привет всем наконец-то я записываю видео на новую камеру знаете даже как-то получше себя чувствую когда вот смотрю в крутую камеру звук пишу через петличку так что в новом году с лучшим качеством итак сегодня будет очень интересное жизненное видео обязательно досмотрите его до конца я вам расскажу какие я навыки приобрел речь пойдет об одном навыке это жесткость потому что многие могут сказать что жесткость это плохо и вот сегодня я вам объясню свою позицию расскажу очень интересную жизненную историю и вот вы мне говорите что я часто обращаюсь к хейтерам ты вот обращаешься к хейтерам да но у тебя мало хейтеров да из-за того у меня их и мало потому что я объясняю свою позицию потому что хейтеры это те люди которые смотрят на ситуацию только под одним углом на них влияет правительство на них влияет телик и вот они знают только одну сторону и когда они заходят на youtube они видят совершенно другую сторону и у них знаете начинаются какие-то противоречия вот почему они и хейтят и поэтому я объясняю все хейтерам и многие хейтеры становятся моими подписчиками и это ребята как раз не оправдание я наоборот считаю что нужно рассказывать нужно показывать нужно обучать людей потому что раньше да ничего не было был только зомбоящик правительство всех считала рабами а сейчас появился youtube и люди могут зайти на youtube и посмотреть совершенно другую точку зрения также я вам расскажу очень простой способ как доверять людям как проверять людей потому что вот когда у тебя появляются деньги по тебе начинают ездить и вот есть только один критерий по которому я могу сказать вот я буду сотрудничать с этим человеком или этот человек недобросовестный есть только один критерий о нем я расскажу позже потому что смотрите ребята вот я вам рассказываю свой жизненный путь и это очень круто что я могу вот сейчас зайти на youtube и с вами этим поделиться я смотрю миллионера миллиардеров перенимаю у них опыт вы перенимаете опыт у меня это так круто теперь люди благодаря youtube развиваются гораздо быстрее я вам рассказываю чем вам предстоит столкнуться когда у вас начинает появляться деньги итак переходим к моей истории эта история основана на реальных событиях но я ее немного изменил итак едем мы с девушкой домой с отдыха еще не едем я позвонил в службу и арендовал машину арендовал большую машину потому что маленьких машин не было с повышенным комфортом чтобы вот вдвоем доехать на вокзал и звонит мне вот владелец этой службы и знаете что он мне говорит ребята такая ситуация я вас умоляю подкиньте еще там два человека нету машин плохая погода а зима плохая погода пожалуйста выручите пожалуйста будьте людьми пожалуйста помогите и как раз был праздник и вот этот вот человек начинает давить на жалость и говорит вот праздник ну выручите меня в праздник помогите людям сегодня же праздник вот начинает на этом акцентировать знаете у меня вырабатывается жесткость и я говорю нет и вы сейчас можете сказать какой ты тарас мудак ты что зажрался ты что не можешь помочь людям и вот сейчас я вам объясню эту ситуацию я вообще считаю что владелец не должен мне звонить какая бы ситуация у него не возникла мы заплатили деньги мы арендовали машину мы хотим поехать вдвоем а он непрофессионально можно сказать поступает короче меня девушка уговаривает и говорит давай поможем этим людям давай их подкинем я согласился говорю хорошо мы подкинем этих людей и так мы едем встречаем этих людей и забираем этих людей и тут выясняется такая вещь что эти люди тоже ждали машину но этот владелец их можно сказать подвел не прислал им машину они ждали два часа и они очень сильно опаздывают очень сильно опаздывают вот я хотел ехать не спеша потому что плохая погода они опаздывают и я говорю окей мы вас подкинем на вокзал без проблем и тут еще выясняется одна вещь они говорят а кому давать деньги я говорю а какие деньги я арендовал машину я им говорю ребята я вас подкидываю бесплатно и они хотели дать еще деньги потому что вот этот вот владелец он хотел убить двух зайцев то есть очень недобросовестно поступил хотел на мне заработать я уже ему заплатил деньги и хотел еще заработать с этих ребят ну водитель ситуацию понял водитель тоже попался хороший и говорит ну вот отдавайте деньги ребятам нам я говорю не нужно никаких денег короче в итоге они все равно дали деньги потому что я их очень сильно выручил короче едем и очень быстро спешим на вокзал и попадаем в аварию вот такая вот ситуация а я всего лишь хотел помочь людям но я не знал намерения до того человека он поступил как мудак он захотел заработать больше денег и вот начал по мне ездить начал красивыми словами меня упрашивать ну пожалуйста ну помоги людям ну пожалуйста ну пожалуйста и вот из-за моей доброты можно сказать мы попали в аварию но авария была такая легкая все нормально мы там 10 минут подождали все разрулили и поехали дальше опять поехали очень быстро короче все обошлось мы подкинули людей люди нас поблагодарили и мы начали вызванивать того владельца чтобы он приехал на вокзал потому что все были очень злые были очень злые люди на того владельца потому что он их заставил ждать два часа я был злой и водитель уже был злой и тот человек попросту съехал тот человек не брал трубку короче отморозился к чему я веду ребята вот здесь таких ситуациях меня выручает жесткость если я арендовал машину я говорю нет никого мы больше не подвозим потому что жесткие люди это добрые люди жесткие люди это не злые люди жесткие люди становятся жесткими из-за того что на их доброте начинают навариваться по ним начинает ездить и вот мне уже приходится говорить нет очень многим ребятам приходится говорить нет потому что люди видят что у меня есть деньги и хотят на мне навариться вот вам тоже придется с этим столкнуться если вы хотите там вести бизнес если вы хотите что-то открывать с кем-то заводить партнерские отношения такая же ситуация у нас была и с барбершопом когда мы открывали барбершоп тоже были недобросовестные ребят которые попросту ездили по ушам ездили и говорили о извините о извините но у нас не получилось мы все вам сделаем а у них опять не получается я сразу говорю все ребята до свидания мы с вами сотрудничать не будем если вы не можете выполнить в определенные сроки то что вы запланировали всё я с вами сотрудничать не будут и плюс эти ребята нарушили сроки два раза мы я понимаю один раз у них что-то не получилось 2 раз у них что-то не получилось а почему все так происходит да потому что люди хотят себя зарекомендовать перед нами говорят мы самые крутые мы все вам сделаем сроки а на деле мы подписываем контракт на деле они оказываются никем но мы уже подписали контракт и они уже заработали деньги но какая же это вот бесполезная бестолковая манера ведения бизнеса вот только на новых клиентах старые клиенты к вам уже не вернуться и вот так мы живем и вот почему эти ребята не растут такие ребята не растут они кого-то могут обмануть заработать и потом ищут себе новую жертву и вот этим всем я вас подвожу к тому а как же доверять людям как же фильтровать людей ребята все очень просто я сужу людей только по поступкам он может много говорить на если он на деле никто я с таким человеком не сотрудничаю если человек назначать какие-то сроки и успевает в эти сроки наоборот он может перевыполнить план я могу такому человеку заплатить гораздо больше самое важное поступки есть люди которые много говорят но на деле никто нужно судить людей строго по поступкам конечно здесь тебя могут кинуть но таких людей я очень мало встречал но если таких людей встречая вот они люди слова они сказали и сделали это вот самое лучшее что может быть в человеке это самое лучшее что может быть человеке с которым вы сотрудничаете с которым вы ведете бизнес я очень не люблю людей которые прячутся за отговорками которые говорят о извини у меня не получилось у меня там кто-то заболел зачем мне вообще это знать это же твои проблемы почему ты не можешь взять на себя ответственность и сказать извини я больше не хочу тебя подводить а он начинает извини в следующий раз такого не повторится наступает следующий раз и опять та же ситуация все я с таким человеком прощаюсь я конечно же понимаю что эта жизнь могут возникать разные непредвиденные ситуации но в таком случае не нужно оправдываться в таком случае нужно взять на себя ответственность подойти ко мне и сказать извини такая вот ситуация я тебя подвел нужно брать на себя ответственность а люди не берут на себя ответственность они наоборот прячутся это же низко прятаться вот говорить ты знаешь у меня там кто-то заболел у меня там мама заболела и знаете вот давит на жалость пытаются как-то выехать и многие из них конечно же врут это самое низкое что может быть человеке вот так вот себя вести так что цените людей по поступкам если вы встретите человека слова который несмотря на какие-то даже непредвиденные обстоятельства все равно делает то что вам пообещал вот за таких людей нужно держаться вот таким людям нужно доверять но все равно нужно быть осторожным и так ребята я вам рассказал очень простую ситуацию если на нее взглянуть вот поверхностно можно сказать да что я плохой человек я не хочу помогать людям я не захотел подвести людей но если разобраться в ситуации если взглянуть на ситуацию под другим углом выясняется что на твоей доброте люди хотят заработать вот такая вот ситуация так что думайте я очень рад что вот у меня такая думающая аудитория которая понимает все которая не смотрит с одной стороны а которая хочет разобраться и это в людях самое крутое когда люди могут ставить себя на место другого человека так что ребята огромное спасибо вам за поддержку за просмотр если понравилось это видео поставьте ему лайк поделитесь этим видео с друзьями и обязательно 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 подпишитесь на мой канал потому что это для меня огромная мотивация выпускать для вас новые видео также не забудьте подписаться на мой инстаграм все мои оригинальные страницы в описании под видео и ребята хочу вам пожелать искренне чтобы вы в свою жизнь притягивали только честных адекватных ответственных добрых и порядочных людей всем пока